Когда ее включали, оно давало такой мощный импульс, что на другом конце света FM частоты немного подглушало. Самое интересное, что уровень радиации сейчас меньше, чем в Киеве. Это удивительно. А вот это вот Припять, видишь? Вообще-то самый был молодой город в Советском Союзе. Средний возраст жителей был 26 лет. Оказывается, остановка, вывод из эксплуатации атомной электростанции занимает лет 50. Друзья, приветствую вас на канале PlanUkraine. Это канал, посвященный атомной электростанции. Сегодня у нас попытка номер два, полет в сторону Чернобыля. У нас все сместилось в нашем графике. Мы должны были вылетать еще час назад, но у нас не было пропусков своевременно, чтобы пройти через пропускную Гастомель. Мы сейчас находимся в Гастомеле. А второе, еще непонятно, было какой-то запрет на флайт-план. Но уже все обзвонили все службы. И штурман подтвердил нам флайт-план, то есть мы можем спокойненько лететь. Погода вроде бы хорошая, но по нашему курсу там есть какие-то небольшие облачка. Будем походу смотреть, насколько нам это критично или не критично. Как обычно, сейчас проходим чек-лист. Вылетать с Гастомеля это немножечко другое, чем вылетать из того же Гоголева, или Бородянки, или Чайки, или еще откуда-то. Короче, двигаемся быстренько, чтобы ничего не пропустить. Еще сегодня с нами будет мой друг Василий, очень классный чувак, он предприниматель. Ну, будем лететь, будем общаться. Все, мы погнали дальше, проходить чек-лист. Теперь надеваю гарнитуру. Теперь нужно меня слушать через нее. Антон Новбышко, Нифом Румя, Чарли, Папа, Дельта, прошу точку ожидания полосы 3-3. Что это ты говоришь? Кинифунга, Чарли, Папа, Дельта? Это наш поздно, CPD. Что? CPD, это наш бортовый номер, бортовые номера, они проговариваются не буквами, чтобы не запутаться, а проговариваются словами. Например? Чарли, это C, это Чарли, Пи, это Папа, Ди, это Дельта. Занимаю исполнительные полосы 33, Нифом Румя, Чарли, Папа, Дельта. Антон Новбышко, Нифом Румя, Чарли, Папа, Дельта, на исполнительные полосы 3-3. Взлету готов. Полоса 33, взлетаю. Продолжение следует... В определенной диспетчерской зоне или в диспетчерском районе выставляется определенное давление. Для чего это нужно? Для того, чтобы по этому давлению каждый пилот смотрел свою высоту. Потому что если у каждого будет свое давление выставлено, то один будет лететь, например, на высоте 2000 футов, а второй, например, на 2500, то на самом деле они находятся на одной высоте. Потому что все зависит от барометрического давления, которое берется за основу. Это давление на аэродроме. Вот мы сейчас перейдем дальше в другую. У всех аэропортов было на коллаписе. Как говорится, давление аэропорта, да? Давление аэропорта, это называется либо диспетчерский район, либо диспетчерская зона. Это может быть аэропорт, это может быть навигационная какая-то вышка. Вот сейчас мы, например, будем вылетать из зоны аэропорта Гастоми, Антонов. Мы сейчас будем общаться в Киевинформации. Информация нам ведет на несколько областей сразу. Странник QNH 1.0.1.3 в униформе Чарли-Баба-Дельта. Гамет на борту. 118,5 в униформе Чарли-Баба-Дельта. Для информации сообщаю, что наблюдаем пожар на границе выхода с зоны на севере. Да, горит лес. Спасибо. До свидания, униформе Чарли-Баба-Дельта. Видишь, мы еще хорошее дело сделали. Сообщили о пожаре. Так, мы уже приближаемся к Чернобылю. Кстати, тут будет еще радиолокационная станция Дуга. Может быть, слышал о ней. Знаешь, нет? Это огромное-огромное сооружение. Оно было предназначено для... Для улавливания пусков межконтинентальных баллистических ракет. То есть это во время нахолодной войны. Мы сейчас будем... Ее, кстати, уже видно вон Дугу. Оно огромное-огромное сооружение. Металлическое. Да-да-да, вот такие вот штуки. И оно потребляло настолько много электроэнергии, что ее специально ставили... Их три штуки по всему Советскому Союзу было. Оно потребляло настолько много электроэнергии, что их строили возле атомных станций. И то, что мне говорили, на одну вот такую дугу требовалось один реактор, просто чтобы прокормить ее. Когда ее включали, оно давало такой мощный импульс, что на другом конце света FM частоты немного подглушало. То есть самое интересное, что уровень радиации сейчас меньше, чем в Киеве. Это удивительно. То есть мы летим. По идее для нас мы по прямой ближе находимся к атомной электростанции, чем если бы мы были на Земле. Но уровень радиации значительно меньше. Это интересно, очень интересно. Мы летим недалеко от Чернобыльского реактора. И здесь радиационный фон ниже, чем в Киеве. Прикиньте, ниже, чем в Киеве. Я в шоке, реально. Я думал, что где-то здесь оно начнет давать какой-то фон, но его нет. А, это интересно, если бы, да? Да, ниже, чем в Киеве. А какие были твои ожидания? И сколько здесь будет в Киеве? Я думал, что будет, ну, больше, хотя бы там 0,3. А тут 0,07. То есть ниже даже, чем... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Какие-то поселочки. А вот тут Припять, видишь? Мы сейчас... Вон тот городок. Очень интересная его история. То есть изначально этот город строился для... Вообще-то самый был молодой город в Советском Союзе. Средний возраст жителей был 26 лет. Самый молодой. И он строился для комфортной жизни, скажем так. Исключительно под атомную электростанцию, под атомщиком. Самый большой фон, который мы здесь засекли, это 0,10 микрозибертов. При том, что вчера в Киеве было 0,13. То есть это абсолютно безопасно, вообще 100% безопасно летать. Сними и приблизь максимально. Я постараюсь аккуратно пролететь, чтобы... Окей? Деревушка, видишь, заброшенная. Кайф авиации заключается в том, что ты можешь увидеть это с такого ракурса, с которого никогда не увидишь с автомобиля. Даже когда летишь вдоль знакомой трассы, вообще такая разница. Вот сейчас захотелось в эту церковь. Да? Она, конечно, интересно смотрится. Вся заросшая. И мхом поросшая, и деревья вокруг. Да, вот этот купол, это как раз есть саркофаг. А вот под ним такой прямоугольный, с трубами, это и есть реактор. Вот то вот, видишь, такая труба широкая. Это называется градирня. В чем ее суть? Она, ее основная цель, это охлаждение воды. То есть точно так же, как пруд охладитель, градирня охлаждает это по-другому. Очень интересный принцип вообще охлаждения. Получается, что туда подается горячая вода, которая требует отстывания. И она испаряется, и тут же конденсируется, то есть как облачко появляется, и тут же конденсируется. При конденсации она охлаждается, падая вниз, как дождь. То есть, по сути, вот в той трубе происходит такой искусственный дождь. А как оказывается, я сам был очень удивлен, оказывается остановка, вывод из эксплуатации атомной электростанции занимает лет 50. Машина какая-то. Да, это бусы, скорее всего, экскурсионные. Очень похожи на них, по крайней мере. КОНЕЦ 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 Василий, мой друг, очень такой интересный предприниматель. У него несколько направлений бизнеса. Один из них это производство воды, вот такой вот, крайно. Очень прикольная водичка. Тыка вода Закарпатти. Я был на производстве, очень, очень крутое производство. Все сделано по Хасплу. Какие у тебя еще бизнесы? Мы занимаемся продажей электромобилей. В Закарпатти? Не только в Закарпатти. Продажей электрических зарядных станций. Служба такси у нас на электромобилях. Есть также сеть фитнес-центров. Вайпер-джин есть. Фермерская офисная выращиваем яблоки. Второй маркой Fibon's Road. И есть сеть как-то вот. Сеть Рубарка. Сеть Локарка. Еще есть чем заниматься. Какой тебе больше всего бизнес такой вот именно в кайф твоя такая? От души на то, что тебе нравится больше всего? Так вычленить нельзя, но дровит, конечно же, электрокары, дровит вода, дровит фитнес-центры. Просто именно откликается то, что нравится самому, да? Спортивный образ жизни. Да. Круто. Короче, прикольно. Катки нравятся, потому что сам же шагираю в хоккей. Да, мы сейчас надо поскользить будет чуть-чуть, короче. Поэтому будет не очень приятное ощущение, но мы этого должны сделать по-любому. Вот так, снизить высоту немного. Мягенько сели вообще, просто прекрасно. Не всегда так получается. Нет? Нет. Ну, это надо прочувствовать. Но сели мягенько, реально мягенько. Все. Мы прилетели. Да. Все, тебе какие-то впечатления. Прикольно. Как, вообще сначала? Вот это, да. С какого момента? С самого начала. Вообще, с самого начала? Да. Блин. Одно предложение. А, не с самого начала текста. С самого начала, когда ты рассказывал о том, что получилось облететь. Ну ладно, короче, с самого начала вообще? Да. Я понял. Ну что, завершился наш полет. Завершился он на аэродроме Бородянка. Здесь у меня было много очень занятий в летной школе. Классный аэродром с длинной полосой. Вот. Получилось у нас полететь по маршруту, наконец-то. Это уже не первая попытка была. Хотя и не без проблем, да? Какие? Ну мы же не вылетели сразу, да? Да, да, да. Сначала нам не давали. Да, вначале было просто жить. Все нам сегодня с боем далось. Сначала мы не могли попасть на территорию аэродрома Гастомель, потому что для нас не было сделано пропусков своевременно. Вот. За что спасибо отдельное Жене. Мы передаем привет. Вот. Но слава богу, Женя отправил эти заявки на пропускам. И все получилось. Следующий момент, который нам пришлось преодолеть, это когда я позвонил штурману, оказалось, что нам отказано лететь по маршруту. В утвержденном уране. Да, и утвержденный. То есть есть подтверждение флайт-плана. Было удивительно. Пришлось сделать еще несколько звонков в Украэроцентр, потом в Винницу, потом опять штурману. В итоге все сказали, ну да, все окей. Все точки расставлены. Я все думал, блин, капец. Не получится, да, да, да. А еще интересно, что вчера, получается, я смотрел уже вечером, смотрел прогноз погоды, и, ну, такой, не самый лучший был. То есть было 50 на 50. Мы посмотрим туда полететь или нет. Там все-таки возле Чернобыля там есть такая облачность. Вот. Но у нас все получилось, и это здорово. Посмотрели Припять, посмотрели реактор, градирню посмотрели, Чернобыль тоже видели. Да, и Дугу. Дуга вообще просто такое невероятное сооружение. Все классно, все получилось. Как тебе впечатление от этого полета? Скажи мне, пожалуйста. Ну, круто. Я никогда не был. У меня была возможность поехать с ребятами на экскурсию в свое время, но не получилось по объективным причинам. И поэтому у меня, в принципе, ожидания были относительно Чернобыля достаточно... Смутные? Такие, да, неоднозначные. Ну, и на самом деле очень интересно. Удивлен тому, что радиационный фон минимальный. Удивлен тому, что куча домов, куча людей там даже было видно с воздуха. Что-то делают, копошатся. Есть какая-то движуха. И понятно было, также объектов много, которые заброшены. Думали, что, наверное, увидим животных, но не получилось нам их увидеть с воздуха. С воздуха это, наверное, сложно. Но классно, классно. Масштаб, конечно, впечатляет, потому что никогда с земли ты не получишь такой информативности. Такой картинки, да? Да, да. Такой информативности, такой картинки, такого простора и масштаба. Все это когда стесняно. Поэтому класс. Спасибо тебе большое. Да, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще сам полет? Сам полет, легкий самолет. Нужно к этому, наверное, привыкать. Нужно привыкать. Успокоил меня ты тем, что, когда была немного трясочка, что это нормально. Что это нормально. Это как ехать по плохой дороге. Это безопасно. И в принципе, в принципе, прикольно. Конечно, там надо тоже собраться, пойти, поучиться. Наверное, тоже приобщаться к этому прикольному, прикольному делу. Скажем так, полет мой желание это усилил или наоборот отбил? У меня это желание было и раньше. Желание это было и раньше. И, конечно, что усилил. Класс. Конечно, что усилил. Класс. Здорово. Что про воду свою скажешь? Ой, вода помогла мне. Крайну, пейте все, да, всегда, везде берите с собой. Потому что были моменты, когда немножко подташнивало. Ну, вода в этом плане помогает. Классно. Ну что, оставляем самолет здесь. И каким-то образом будем сейчас ехать за нашими машинами. Всем, кому интересна тематика авиации, подписывайтесь на YouTube-канал. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Очень интересный маршрут. У кого есть самолеты, попробуйте, пролетитесь. Не пожалейте, потому что очень-очень красиво это все выглядит. С высоты полета. На этом буду с вами прощаться. До новых выпусках. Пока. Здрасьте. Здрасьте, вы оставляете? Оставляем. Это же на ТО. Куда? Куда?